Такс, я уже делал видео про то, как в финальной форме получить легендарную версию автомата хвостов, и говорил, что экзотический квест на тот момент багался. У меня самого он сломался тогда, а починили его только вот в этот вторник, 11 июня. Так что сейчас, как я обещал, рассказываю о том, как получить экзотическую версию этого автомата. Чтобы получить этот экзот автомат, кстати говоря, офигенный, вам нужно сначала выполнить все то, что я описывал в первом ролике про легендарку. А затем уже собрать особый ресурс, частицы света. Их можно получить, убивая боссов открытого мероприятия свержения в каждой локации, и собирая образы странника. Маленькие такие копии великой машины, раскиданные по всему бледному сердцу. Но сначала поделюсь с вами ответом на другой частый вопрос, который я вижу в комментариях, о том, как купить новое дополнение. Как пополнить кошелек Steam для покупки внутриигровой валюты и так далее. Так что сейчас могу ответить на эти комменты и посоветовать сервис, через который как раз эти вопросы можно просто решить. Заходим на сайт Купикод, вбиваем логин своего Steam аккаунта, выбираем нужную сумму и не забываем специальный промокод на скидку. Сейчас, когда начинаются летние распродажи в Steam, выгодно пополнить свой список игр было бы очень приятно. Для этого и забирай в описании к видео специальный промокод, с которым пополнение баланса Steam будет с самой низкой комиссией на первое пополнение. 10%. Помните, что скидки на сайте синхронизированы со Steam, что очень удобно, когда там проводятся крупные распродажи. Если лень регистрироваться, можно через ВК или Телеграм заходить, но для зарегистрированных пользователей на сайте кэшбэк еще действует на каждое пополнение. В каталоге можно даже найти те игры, которые недоступны в региональном магазине RF. В общем, если вы все еще не купили финальную форму или хотите купить на скидках другие игры, ссылку на сайт оставлю в описании. Думаю, многим сейчас это точно будет полезно. Назад квесту. Всего нам нужно собрать 17 частиц света, чтобы открыть золотой сундук с экзотом в башне Затерянного города. Нет определенного порядка, в котором нужно все делать, так что вы можете сначала сформить боссов или наоборот сначала собрать коллекционные предметы по локации. В гайде я начну с боссов, потому что есть некоторые вещи, которые я бы хотел объяснить, а затем я покажу вам, где лежат все образы странника. В бледном сердце, как вы знаете, есть три основных региона. Прибытие, цветение и мертвая точка. В каждом есть три уникальных босса, которые появляются, как только вы достигнете четвертого уровня активности свержения. Чтобы повысить уровень свержения, просто находитесь на локации и делайте все, над чем есть значок публичного мероприятия, а потом открывайте сундук. Главное, пока будете набивать прогресс мероприятия, не покидайте конкретный регион, в котором вы находитесь, иначе потеряете весь свой прогресс. Советую делать это в команде, найти напарников можно запустив ивент с карты. Итак, на четвертом уровне появится босс, убивайте его и собирайте частицу света, которая упадет на землю прямо на месте смерти. Она выглядит как маленькая пирамидка, типа частиц из гамбита. Ваша цель – получить по одной такой пирамидке света со всех трех боссов в каждой локации. А в трех локациях значит, что нам понадобится в общей сложности добыть 9 частиц. Как тогда заставить спауниться второго и третьего босса? На самом деле все просто. Вы прилетаете на локацию, например, прибытие, убиваете тут босса, собираете с него лут и частицу света, а затем остаетесь здесь же, для того, чтобы снова запустить ивент свержения после паузы и дойдя в нем до четвертого уровня. Также встречаетесь потом с другим боссом и так до трех боссов. Возможно, у вас уже убиты многие боссы и есть какое-то количество частиц света. Как определить, какой босс вам нужен, на какой локации? Можно подсмотреть триумфы. Вот тут. С зеленым будут отмечены боссы, которых вы уже убили. А если имя какого-то босса отмечено один из двух или два из трех, значит вы его еще не убивали, но просто были на локации после убийства первого босса в списке. Или как-то так. Вы заметите, что когда вы убьете одного босса, он отметится в триумфе, когда дождетесь и убьете второго, отметится второй, а третий заполнится на треть после убийства первого и на две трети после убийства второго. Немного путанное отображение, но я надеюсь донес мысль. Когда вы в конце концов получите все девять частиц света с этих боссов, у вас должны быть завершены все эти три триумфа. После чего вам нужно будет получить еще восемь частиц света, собирая коллекционные предметы, образы странника. Далее в видео я покажу вам где и как их найти. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok и отправиться в то место, которое раньше было зоной спикера в башне Destiny 1. Расставьте все образы странника, найденные на локациях на каждой из подиумов, и заберите награду из появившегося золотого сундука в центре зала. На этом всё, ещё раз скажу, что автомат очень даже достойный, так что это не просто дань уважения первому оружию наших стражей, а ещё и вполне рабочий экзот. Напиши, пожалуйста, в комментариях, был ли гайд полезен и поставь лайк, а то из-за бага квеста мне это видео пришлось отложить аж на вторую неделю дополнения. Спасибо за просмотр и до связи.